Приветствую вас, братья и сестры! Давайте откроем 2-е послание апостола Павла Коринфянам, 2-я глава, с 14-го стиха. Мы прочитаем 4 стиха и порассуждаем, о чем Павел здесь пишет и какую истину он хочет передать нам. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе. В этих стихах Павел использует образ официальной пышной церемонии, называемой Триумфом, когда победивший военачальник проходил торжественным парадом по улицам Рима. Представьте римские легионы, которые одержали очередную победу, завоевали какое-то еще государство, какие-то захватили территории. Вот они возвращаются в Рим. Это пышно наряженные солдаты в свои доспеги, красивая форма. Они идут улицей Рима, военачальник торжественно едет или на белом коне, или на колеснице. Это большое шествие. Они несут трофеи, они несут знамена. И когда они проходили по улицам Рима, по бокам этой колонны шли люди, которые несли зажженные благовония, которые издавали приятный аромат. Проходя по этой улице, пересекая площади, их везде сопровождали люди, которые собрались приветствовать их. Эти люди, торжественно встречая их, бросали им под ноги цветы. Когда солдаты шли, наступая на эти цветы, излучался аромат цветов. Он смешивался с ароматом фимиама, и воздух наполнялся приятным запахом. Вместе с теми, кто ликовал, с теми, кто шли, солдаты, они вели за собой военнопленных. Людей, которых взяли в плен. Это были и солдаты, это были простые люди, это были люди, которых победили и завоевали. И вот, когда они шли, солдаты, люди, которые торжествовали, они, ощущая этот запах, они радовались. Потому что для них был праздник, это торжество. Привезли много богатства в город, привезли новых рабов. Торжество. Солдаты радуются, народ радуется, император радуется. Этот запах для них означал запах победы, запах жизни. Но шли люди, которых завоевали, это люди, которые понимали, кто-то из них станет рабом. Кто-то пойдет на арену Колизея, и маленький шанс, что он останется в живых. А кого-то через несколько дней предадут смерти публичной, вывесив на крестах вдоль дороги. И люди будут смеяться над ними. И запах, который издавался, этих ароматов, для них он означал этот запах смерти. Апостол Павел, когда писал, передавал, он хотел отобразить, чтобы люди понимали, он приводил какие-то наглядные примеры. С 14 стиха мы прочитали. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Апостол Павел радуется, что в Иисусе Христе мы становимся участниками большого торжества. Мы становимся участниками торжества победы. Потому что Иисус Христос, Он одержал победу над адом, над смертью, над дьяволом. То, о чем пророчествовали все пророки Ветхого Завета, то, чего ожидал израильский народ, совершилось. Апостол Павел говорит, что мы торжествуем в Иисусе Христе, потому что не мы нашими заслугами что-то сделали. Не по нашим силам, не по нашей воле что-то произошло. А Иисус Христос одержал поведу, а мы в Нем являемся Ее участниками. И Он благодарит Бога за то, что в Иисусе Христе мы действительно участниками этого торжества. Дальше Он сравнивает нас, самого себя и всех последователей с благоуханием. Как аромат разносился в воздухе, и все ощущали его, когда было вот это шествие, так же с слама распространяется Слово Божье везде, где находятся христиане. Апостол Павел говорит, что мы благоухание Христово. Везде, где должны находиться христиане, везде должен исходить аромат. Аромат, который будет приносить славу не нам, не должен приносить нам какое-то уважение, положение в обществе, но этот аромат должен приносить славу Богу. Написано, для одних запах живительный на жизнь. Для тех, кто принимает это слово, этот запах, этот аромат, это свидетельство о Боге, говорит о том, что мы имеем жизнь вечную. Это действительно приятная весть, которая позволяет нам торжествовать. Для тех людей, которым мы свидетельствуем о Боге и несем этот аромат своей жизнью, словом, для них это свидетельство о том, что если они не примут, они погибнут. Это свидетельство о смерти, о том, что впереди ожидает ад, если не примириться с Богом. В 16 стихе апостол Павел говорит, «И кто способен к сему?» То есть, кто способен источать аромат сам по себе? Человек не может излучать Христа, если Христа в нем нет. В 3 главе, в 5 стихе и в 6 он дает ответ. «Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Если мы спасены, если Христос в нас, то Бог через Иисуса Христа дает нам способность быть Его свидетелями, источать этот аромат везде. Можно подстроиться. Можно привыкнуть, если мы родились в христианской семье, ходить в церковь. Можно прийти в собрание, быть Его участником, посещать молитвенный дом долгие годы, создавать видимость, научиться правилам, как живут христиане, что они соблюдают, поведение, как одеваются, но никогда не излучать Христа. Люди, которые будут с вами соприкасаться на работе, повседневной жизни, соседи, ваши родственники, они никогда не узнают о Боге, потому что Христос не излучается. Почему? Потому что Его нет внутри, настоящего Христа. Христос излучается, когда Он внутри. Тогда от нас исходит аромат. В 17 стихе Павел пишет о тех людях, которые искажают Писание. Он сравнивает нас с ними и говорит, «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе». Он пишет о тех людях, которые были и в то время, которые не познали Христа, но они хотели иметь положение в обществе. Это были и учителя закона, иудаизма, это были лжеучителя, это были люди, которые не искренне проповедуя, а пользовались церковью для своих корыстных целей. Павел пишет, что он получил благую весть от Бога, поэтому так перед Богом и живет, благодаря Христу, распространяя Слово без повреждения. Иисус Христос был внутри. Иисус Христос – это была жизнь апостола Павла. Он говорил тем, чем жил, поэтому как аромат Слово Божие распространялось вокруг. Апостол Павел, куда ни приходил, везде люди обращались к Богу. Сегодня этот текст звучит для нас, как мы сегодня источаем этот аромат. Когда мы делаем какую-либо работу, делаем ли мы ее так, чтобы люди, увидев эту работу, подумали, этот человек необычно делает, что-то не так. Когда мы где-то с кем-то говорим, мы что-то пишем кому-то, мы где-то высказываемся, отображаем ли мы Христа, идет ли аромат в этом, какая наша речь, какая наша одежда, что мы одеваем, как мы позиционируем себя в обществе. Сегодня очень популярно в соцсетях что-то высказывается. Иногда посмотришь на христиан и думаешь, в этом нет Христа. Выставляются такие фотографии, пишутся такие посты, которые абсолютно противоречат Писанию, которые порочат христиан. Какой аромат излучается? Апостол Павел пишет и говорит, мы благоухание Христово. Благоухание – это то, что приятно нам обонять. Когда приятный запах цветов или еще какого-то запаха – это приятно. От христиан должно исходить благоухание, то есть люди должны через нас увидеть Бога. Как мы можем благоухать? Можем ли мы это делать просто сами по себе? Постараться сегодня? Да, все, с этого момента я буду благоухать. Нет. Это действие Бога. Если мы будем постоянно искать общение с Иисусом Христом через молитвенную жизнь, через изучение Писания, через познание Бога, через окружающий мир, когда Христос будет в нашем разуме, в нашем сердце, мы будем им жить, тогда Он произведет свое действие. Нам не нужно будет просто искусственно думать, сейчас я на работе буду так делать, чтобы мне светить. Это будет естественно, братья и сестры. Если мы наполняемся Христом, то естественно Христос будет виден в нас, и этот аромат будет распространяться. Люди будут видеть, смотреть, слышать и понимать, что-то не так в этом человеке, в нем есть что-то особенное. Они будут стремиться узнать, что же Он говорит о Боге. Те, кто не будут заинтересованы, но вы будете им свидетельствовать жизни, свидетельствовать им, для них будет этот запах смертоносный. Он будет обличать их и говорить им о погибели, о скорой. Пусть Бог благословит нас, быть благоуханием Христовым, наполняться Христом, чтобы Ему была только слава через нас, а мы были просто Его свидетелями. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok